Километр осталось до кедровой рощи, если я правильно ее забил, местность поменялась, стала такая суровая, безжизненная, деревьев нету, высохшее все, высокие горы, вот облака, почти машина крышей касается. Только что проезжал горнолыжный курорт, в Ливане ж есть горнолыжные курорты, хоть это и южная страна, то есть в декабре можно и покупаться на море, и потом чухнуть и через час уже на лыжах кататься, как-то так. Так, холодно стало, 15 градусов, все-таки высоту набрали, посмотрим сейчас куда мы выехали, где эти кедры, там небольшая рощица, как я понял, почему-то ее выделили как заповедник, посмотрим. Ну что, я подъехал к самому большому скоплению кедров Ливана, сувениры тут, конечно, кедровые разные, интересно, да что-то себе взять с кедром, все-таки рыбка у меня есть, но почему-то Ливан ассоциируется с кедром, уже все что угодно с кедров тут вытворяют, а кедров так как бы почти нету. Интересно, икона даже, 12 апостолов, как там называется, нарды, блин, что-то тут нету уже. О, там какие-то обезьянки есть еще, кстати, вот смотри, какие большущие кедры. Кот какой-то воет. Запах приятный, очень такой смолы, но как-то по-другому. Красиво. Большие такие кедрики, конечно. Вон, какой моща. Он растет очень долго, то есть вот этому дереву может быть там тысячу лет. Это как-то обпеляли, не знаю. Может, чуть поломался. О, какой большущий там дальше. Не знаю, все куда-то чалапают. Быстро посмотрим, быстренько. Более сегодня почти не ходил. Ну, а дальше на перевал. И, возможно, чуть в дикие горы посмотрим. Вот такая моща. Ну, не Баобабы танзанийские, но тоже, тоже очень большой. Вроде написано, сколько ему лет, наверное, на табличке. Кстати, пообрезали, может, на сувенирчики. Ничего не понятно. Не знаю даже, как померить размер. Ну, в диаметре где-то метра два с половиной. Вход в этот маленький национальный парк бесплатный, но на входе можно по желанию оставить там какие-то пожертвы на восстановление кедра. Аналогично можно купить на входе небольшой кедр маленький и где-то тут высадить, и через пару тысяч лет он будет таким же огроменным, как кедр, который только что был. Дальше тоже большущие. В Ливане еще местами тоже есть кедры, но именно в этом месте, координаты его будут под видео, количество кедров и их размеры, ну, максимально большие. Раньше весь Ливан почти был в кедрах. Вырезали на корабли разные. Отправляли по всему миру. Такая уже, конечно, моща местами проскакивает. Капец просто. Рука, ветка кедровая. Можно сувениров напилять. Кстати, только сейчас обратил, что идешь, и такая маленькая как бы задышка. Высота кедровой рощи где-то 1800 метров. Холодно, ну и как бы с увеличением высоты кислорода в воздухе все меньше. И ходить как бы намного тяжелее. Ну и так, от непривычки, конечно, начинаешь дышать тяжело. Он пропадает. Сколько можно сувениров сделать? Размер самой рощи, ну, где-то метров 600 на, может, 800, не больше. Как-то так. Ну, там ее высаживают больше, но большие деревья растут на маленьком кусочке. В принципе, местами деревья очень сильно впечатляют. Их размерами, масштабом таким очень большим. А так, ну, лес лесом. Обычная сосна или елка с небольшими иголками. Ну, собственно, почти и все. Вот, левее уже кедров нету. Рощица вообще маленькая. Дальше, как я понимаю, можно чуть выбраться на своего рода смотровую, на кедры. Посмотрим, есть оно или нету, далеко или нет. Вот так. Большие ливанские кедры. А осталось их совсем немного. Ну, это я решил таким образом передать масштаб кедра. Ну, не самого большого, но как-то захотелось именно его заснять. Просто никакого штатива не было. Поставил фотоаппарат на камень и вот так решил передать. Смотрю, на определенных деревьях есть какие-то датчики, плюс какие-то фонарики. Получается, он тут ночью, наверное, подсвечивает. Не знаю, или для красоты, или ступы не воровали. Как-то так. Ну, я знал, что как бы место маленькое, с кедрами. Ну, кедры большие, действительно. Такая моща. Очень правильно передается размер, когда возле дерева есть человек. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет дикий горный Ливан. Очень красивые горы. Террористическая столица Ливана, город Бальбек.